На этом выездном приеме самое большое количество обращений было к главе Ленинско-Кузнецкого Вячеславу Телегину. 15 ленинск-кузнечан воспользовались возможностью лично обратиться со своими вопросами к мэру. Горожан волнует ремонт дорог, асфальтирование дворов, снос аварийных бараков и благоустройство парков и аллей. Многие даже пришлись с готовыми предложениями по обустройству скверов. Около ЦДК и дальше Гуму, сюда в сторону Гуму, есть сквер, самый настоящий, но пока до него руки не дошли, просто так сказал мне Вячеслав Николаевич. Сейчас дойдут руки и его асфальтируют, потом поставят скамейки, вырубят старые деревья, березы, посадят нам ели, скамейки поставят, сказал. Все сделают, в общем, будет родное дитя у родной мамы. Там очень много народу проходит, там не было дворника никогда, мы попросили дворника в этот сквер, как в мартовском восстании, всегда в порядок там, скамеечки, у нас ни одной скамейки, беспорядок там, потому что нет дворника. Зимой люди идут в садик в этот, около санкт-пестанции с мамами, по колено в снегу, дворника нет, его ни разу никто не подмел, ни разу снег там не убрали, сказал он, все будет. Вот, и мы, я очень рада и довольна, потому что я приходила сюда по поручению жителей, 29-31 дома, чтобы здесь не толпиться, мы решили, я одна приду, все расскажу. Вот, ну и получила положительный ответ на все вопросы. Еще один вопрос, который беспокоит многих горожан, отмена так называемых остановок по требованию. Они хоть и удобны как для пассажиров, так и для перевозчиков, но создают большой риск дорожно-транспортных происшествий. У нас есть транспортная карта, где у нас остановки расположены по всем нормам. Мы не можем у каждого дома останавливаться. Житель одного из домов по улице Пушкина обратился к заместителю главы Рашиду Батырдинову с просьбой оборудовать пешеходный переход в районе первой стоматологии. Поток пешеходов и автомобилей, особенно в час пик, здесь большой. А ближайший пешеходный переход находится лишь у 18-й гимназии. Сейчас готовится программа, буквально 13-20-й год, где будут все программы городские, то есть и образование, и управление жизнью, и управление капитального строительства, все в одной программе. Поэтому мы рассматриваем там все вопросы, в том числе устройства лежачих полицейских, разметка городская, устройства пешеходных переходов. Но мы будем делать. И пешеходы рассмотрим вопрос, потому что решили. За час работы к специалистам администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа обратились 27 ленинск-кузнечан. Следующий выездной прием пройдет 18 июля в школе номер 3.